МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу Город. Здравствуйте! С последними новостями уходящего года вас познакомлю я, Александр Воронин. Сегодня в выпуске. Не теряйте голову и телефон. Корреспондент города подготовила перечень номеров, куда следует звонить в случае ЧП. Выучить английский и отправиться в путешествие по России. Благовещенцы в новом году ждут исполнения самых разных планов, даже противоречивых. Письма доставлены, желания исполнены. В Благовещенске в преддверии нового года прошло максимальное количество добрых акций. С 1 января россияне уходят на 10-дневные каникулы. Это касается большинства служб и структур. Однако ряд организаций продолжат работать, да еще и в усиленном режиме. Где помогут благовещенцам в случае самых разных непредвиденных обстоятельств, сейчас расскажем. Успевайте записывать номера. Остыли батареи, показ света, из крана пропала горячая вода. Это не страшный сон, а вполне бытовая реальность. От неприятных сюрпризов никто не застрахован, даже в самый добрый праздник. Впрочем, не грустите, звоните в управляйку. Там все еще празднуют, тогда вам в единую диспетчерскую службу. Здесь сразу 4 дежурных диспетчера будут готовы выслушать любое обращение. А уже если управляющая компания не выполняет ваши пожелания или какие-то вопросы ваши не решают, не отвечает на вопросы, почему нет света, тепла или воды, то звоните в единую диспетчерскую службу города Благовещенска, номер 993-218. Вам ответит диспетчер ЖКХ, единую диспетчерскую службу, который поможет вам разобраться в данной ситуации. С проблемами вода и электроснабжения помогут разобраться диспетчеры АКС. Телефон на экране. Аварийные бригады на праздниках будут работать круглосуточно. А вот если вы заскучаете дома и надумаете нагрянуть в РКЦ, рассчитаться, сделать поверку или просто пообщаться, ничего из вышеперечисленного сделать не выйдет. Если у вас есть вопросы по Благовещенскому расчетно-кассовому центру, то хочется сообщить, что работают наши специалисты до 31 числа, до 17.30. Принимают платежи, до 18.00 работает расчетно-кассовый центр. До 11.00, потом мы все уходим на каникулы. В отделениях Почты России выходными днями будут 1, 2 и 7 января. Пенсионерам, получающим выплаты в эти даты, переживать не стоит. Деньги им доставят раньше. Точную дату, когда выплату принесут на дом, можно уточнить в своем почтовом отделении. В поликлиниках города выходными днями станут только 1 и 7 января. Прием терапевтов, педиатров и других врачей организуют по графику. Подробная информация о дежурствах появится на сайтах учреждений. Отделение травматологии горбольница будет оказывать помощь круглосуточно. Алена Лепкалова, Дмитрий Тарасов, Дмитрий Козлов. Программа «Город». Принимать звонки круглосуточно будут и другие экстренные службы. Мы напомним, куда звонить, если возникли проблемы с газом, или вы увидели, что водитель грубо нарушает правила дорожного движения. В службу спасения с любого оператора мобильной связи получится позвонить по номеру 112. Со всех стационарных телефонов 01, полиция 02, скорая помощь 03, аварийная служба газа 04. Если вы увидели, что авто управляет нетрезво рулевой, набирайте номер ДПС 425262. Здесь же примут сообщения о других нарушениях ПДД. Сообщить о происшествии можно в любой отдел полиции. По вопросам работы общественного транспорта обращайтесь по телефону диспетчерской службы регионального навигационно-информационного центра 77 77 28. Для автомобилистов при Амуре открыли 76 пунктов обогрева. Благодаря им водители, отправляющиеся в дальний путь или разъезжающие по регион, могут дождаться помощи в комфортных условиях, сообщает пресс-служба Амурского управления МЧС. Последние дни 2020 года выдались особо ветренными и холодными. Погреться автомобилисты при проблемах с машиной смогут в кафе и на автозаправочных станциях. Их в регионе полсотни. Еще 25 таких объектов – это автобусы и машины, которые могут быстро приехать на помощь водителям и одно передвижное мобильное устройство. Прийти на помощь амурчанам в любой момент готовы 44 оперативные группы. Звонить нужно 101-01 или 112. Исполнение самых заветных желаний и грандиозных планов желают люди друг другу по всему миру в новогоднюю ночь. А чего ждут от 2021 года благовещенцы? Самыми сокровенными мечтами и планами они поделились с нашей съемочной группой. В 2021 году я бы хотела изменить себя. Я имею в виду кардинально поменять и внешность, и характер свой. Поэтому, наверное, вот это вот. А во внешности что изменить? Ну, я хочу поменять цвет волос и заняться спортом. Наконец-то выйти с декрета и поменять работу. Попутешествовать. Хотел бы съездить в путешествие по стране, в Краснодар, на юга, где тепло, где нет такого мороза. Чтобы сбылась моя мечта. Ну, о мечте обычно не говорят. То есть это секрет. Она же еще не сбылась. Да, не знаю. Прожить бы его. Хочу, чтобы не болели люди. Берегли себя, своих близких. Ну, соблюдали все вот эти вот. В общем, как-то так пока. А так особо. Пока такой мечты особой нет. Например, закончить незаконченные онлайн-курсы по профессии и по саморазвитию. Ну, и также радоваться каждый день. А что за профессия у вас? Я преподаватель иностранного языка. Городские мастерицы связали для амурских новорожденных с маленьким весом до 2 килограммов чепчики, пинетки, распашонки и пледы. Хендмейд-презенты достанутся пациентам отделения для выхаживания недоношенных детей областного перинатального центра. Благовещенские дети-инвалиды из многодетных семей и те, кого воспитывает один родитель, тоже получили подарки от народных избранников. Акция «Елка добра» охватила все округа областного центра. Новый год – это пора исполнения желаний, это сказка. И, конечно, на своем округе мы тоже заготовили очень много подарков для деток из многодетных семей, из малобеспеченных семей. Мы лично приедем, всех поздравим. Мне, к счастью, попался именно то письмо из моего округа. Представляете, я безмерно счастлива. Поздравляем ребят с ограниченными возможностями, большие семьи, где, допустим, одна мама или один отец. Вот мы сейчас поздравляли замечательных ребят. Они инвалиды, но они такие сильные, в них видится такой стержень. Это, конечно, очень приятно, что отец так переживает, радуется за своих детей от души. Конечно, хотелось бы побольше принимать участие в таких мероприятиях, чтобы дети не стеснялись, писали свои пожелания. В преддвериях Нового года, конечно, много акций. Корзина подарков. Мы вчера участвовали у меня на округе, живет ребенок инвалид Илюша, мы вчера вот были. Подняли ему настроение, он очень обрадовался. Так было очень ему приятно. Сегодня вот елка желания, мы поздравили тоже детей. Токлях, получается, у меня 30-й. Буквально вчера я подарил два подарка ветеранам Великой Отечественной войны. Это махвой пади, у нас с вами двое. И каждый год мы делаем елку желания, так же тоже. И у нас подарков, ну, допустим, взять махвой пать, только там 120 человек. Садом, там, 50 человек. Белогорье где-то 130 человек. Веры в чудеса и крепкого здоровья благовещенцам желают мэр областной столицы и председатель городской думы. Их поздравления продолжат наш эфир. Уважаемые горожане, дорогие друзья, примите самые искренние и теплые поздравления с наступающим Новым Годом. Уходящий год был непростым. Вместе с тем он принес немало достижений и успехов. Это был год напряженной работы и поисков событий и перемен. Вместе с вами мы искали пути решения важных для благовещенского задач, добивались поставленных целей, благоустраивали наш город. В 2021 году нам предстоит и дальше упорно трудиться, развивать наш любимый город, расти самим и стремиться к достижению новых высот. Дорогие друзья, пусть наступающий год станет для вас и ваших близким годом ярких идей и добрых дел. Будет щедрым на успех и везение. От всей души желаю вам здоровья, счастья и благополучия. Пусть наступающий 2021 год станет для всех годом исполнения самых заветных желаний и самых смелых планов. С наступающим Новым Годом! Уважаемые жители и гости города Благовещенска! От имени депутата Благовещенской городской думы и от себя лично сердечно поздравляю вас с наступающим Новым Годом и Рождеством! Уходящий год был не самым простым для нас всех. Он заставил пройти через серьезные испытания и внес в нашу жизнь определенные изменения. Но, несмотря ни на что, мы провожаем завершающийся год с благодарностью, вспоминая о ярких и радостных моментах. Впереди новые дела и новые планы. И только вместе мы сможем реализовать эти планы. Примите мои самые теплые пожелания, счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким. Пусть Новый Год воплотит в жизнь все ваши мечты, станет годом новых побед и приятных открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и радости. И это был последний выпуск новостей 2020 года. Я прощаюсь с вами и желаю, чтобы в Новом Году все вести были только позитивными. Звоните в редакцию, пишите на WhatsApp. До встречи в эфире. В пятницу, 1 января, в Благовещенске утром яркое солнце. Минус 23, северо-западный ветер, сильный. Днем он разгонится до 9 метров в секунду. Значительная облачность, на термометрах минус 17. На 4 градуса похолодает к вечеру. Пасмурно, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Ночью он не изменится, сильный мороз, минус 20. Любоваться звездами помешают плотные тучи. Атмосферное давление в течение суток будет стабильно держаться в норме. Преимущественно 751 миллиметр ртутного столба. Пусть в Новом Году случается только хорошее. В каких районах города можно покататься с горок? И почему крестными родителями не может встать семейная пара? На эти и другие вопросы ответит телесправочник в студии Алена Лепкалова. Здравствуйте! Первым в редакцию обратился Владимир Кузнецов. Мужчина интересуется, до какого числа ему нужно заплатить налог на имущество. Физические лица уплачивают транспортный, земельный налог, налог на имущество, а также налог на доходы физических лиц на основании направленных им налоговым органам уведомлений. Указанные налоги нужно уплатить не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Так, срок их уплаты за 2019 год не позднее 1 декабря 2020 года. Живу с племянником, он злоупотребляет алкоголем, нигде не работает, прописан у меня и живет за мой счет. Я попросила его съехать. Бесполезно. Могу ли я выписать родственника из квартиры? Такой вопрос мы получили от Ольги Даниловой. На сегодняшний день это называется снятие с регистрационного учета и выселение. Вот, если человек использует помещение не по назначению, а разрушает его, если он мешает соседям, вот, неоднократно, то наниматель, либо соседи, чьи права нарушены, могут обратиться в суд о снятии регистрационного учета и выселения. А по основаниям, которые вы указываете, вот только по этим основаниям нельзя выселить. Жду не дождусь, когда в городе появятся традиционные снежные горки. Только вот интересно, где еще, кроме площади, их установят? С таким вопросом в редакцию обратился житель микрорайона Игорь Неверов. Две большие горки, две здесь средних будет, здесь вот, по Красноплодской. Две горочки малых таких будет на площади должно быть. И две горки маленьких для детишек совсем в горпарке. И в микрорайоне там парк «Дружба» и вот это. Хотим с мужем крестить дочку. В крестные родители планировали позвать мою сестру и ее мужа. Но оказывается, семейная пара не может взять на себя такие обязательства. Почему? Обеспокоена Раиса Волкова. По правилам Русской Православной Церкви достаточно одного крестного, того же пола, что и ребенок, которого крестят. И между всеми участниками таинства возникает степень духовного родства. Они становятся друг другу кумовьями, а значит не могут выходить друг за друга замуж или жениться, то есть сочетаться браком. Последний на сегодня вопрос задал Роман Новиков. Благовещенцу всегда было интересно узнать, что означает выражение «игра стоит свеч». Здесь этимология прозрачна. Игра, карточная игра, она приходила при свечах. И изначально в переводе с французского языка игра не стоит свеч. То есть те средства, которые играющие вкладывали за свечи, за приобретение свечей, она не стоила того выигрыша, который был в итоге. А потом уже на собственной русской почве выражение изменилось в форме «игра стоит свеч». То есть те усилия, которые мы прилагаем, оправдывают те ожидания, которые мы вкладываем в данное предприятие. Редактор субтитров А.Семкин